Друзья, всем привет! Сегодня у нас пару полезных и простых самоделок, которые будут полезны для сада и дачи. Присаживайтесь поудобнее, погнали! Для первой самоделки понадобится любая палка и кусок стальной проволоки. У меня в роли палки ручка от молотка, но по сути это ни на что не влияет. Просто во время съемки видео я случайно увидел эту ручку и решил применить ее к этой самоделке. На ней я сделал примерную разметку по центру, как на видео, и выбрал небольшие пазы шириной примерно в толщину проволоки. От проволоки отрезал кусок сантиметров 30. И согнул его полукольцом, оставив часть на выпуске. Эти выпуски прикладываю к пазам в рукоятке и зажимаю в тиски. Далее фиксирую все вязальной проволокой и для дополнительной прочности поверх наматываю изоленту. И получилось у нас вот такое удобное приспособление для прополки. Первый год мы стали немного огородниками и сразу столкнулись с проблемой борьбы с сорняками. Вытаскивать руками по одному долго и утомительно. А этой приспособой процесс заметно ускоряется и приносит только позитив. Сорняки легко вылетают с корнями и также дополнительно рыхлится земля. Сорняки потом легко собираются с поверхности при желании. Естественно такая самоделка подойдет только для рыхлой земли. Для следующей самоделки нам понадобится пластиковая бутылка. У меня на полтора литра. Также я нашел вот такую прозрачную трубку. Вот какого-то спрея или что-то подобное. Замерил толщину. Она здесь 3 мм. Значит такое отверстие и сверлим в крышке бутылки. Далее вставляем трубку в бутылку и с обеих сторон проклеиваем. Можно термоклеем, можно суперклеем. Теперь берем вот такую клеммную колодку и отрезаем от нее одну штучку. С нее я снял пластик. Оставил только капсулу с двумя шурупами. Надеваю ее на трубку и одним из шурупов подтягиваю ее так, чтобы она не слетала. Второй можно пока не трогать. От трубки отрезаю лишнее, оставив около 10 см. Далее нашел вот такой кусочек фанерки и примотал его скотчем к бутылке, как на видео. Наполняем бутылку водой и идем тестировать. Бутылку втыкаем рядом с каким-либо растением. Получился вот такой простой капельный полив из бутылки. Регулировки подачи воды осуществляется с помощью второго винтика на клеммной колодке. Закручивая его, мы перекрываем трубку, а откручиваем и трубку открываем, и подача воды происходит быстрее. Способ вполне рабочий, но скорее подойдет для маленьких комнатных растений, и то для нескольких штук. Иначе придется бегать менять много бутылок. А что делать, если растений много, и воды им надо больше, чем полтора литра? Конечно, можно по старинке поливать лейкой или со шланга, но это неудобно. Поэтому было решено заменить лейки и шланги на капельный полив. Выбор пал на капельный полив российского бренда ЖУК. Давно на рынке, много положительных отзывов, доступная цена. Взяли с запасом на 60 растений. Полив от емкости, бережный прям под корень растения. Преимущество капельного полива. Растет меньше сорняков, так как полив прям под корень. Меньше грязи, нет корки на грунте, растение дышит. А так как нет возможности каждый день приезжать на участок, взяли с таймером. Можно настроить время и периодичность полива. И не обязательно присутствовать. В описании ссылка, где такое можно купить. Для очередной самоделки понадобится несколько материалов. А именно кусок профиля или полосы, труба, старая ножовка и кусок арматуры. Если у вас полоса, то отлично. У меня полосы не оказалось. И я полосу буду добывать из куска профиля 50 на 50. Быстренько разметил и порезал. Сантиметров 20 отрезал от арматура. А от трубы отрезал сантиметров 15. Концы полосок немного подогнул, как на видео. Полоски разнес по краям арматуру и трубу по центру, с противоположной стороны, от полосок. Далее на ножовке разметил полосу, размером и примерно 4-5 сантиметров шириной и 30 сантиметров длиной. И вырезал по разметке. В получившемся полотне делаю два 4-х миллиметровых отверстия, таким образом, чтобы они совпадали с шириной приваренных полосок. В полосах также делаю отверстия, прямо в изогнутых частях. И заклепками фиксирую к ним полотно. Должно выглядеть примерно как на видео. Для эстетики покрасил. Насадил на черенок и зафиксировал саморезами. И получилась вот такая интересная приспособа для резания травы в тех местах, где тяжело подлезть триммером. Например, под батутом или качелями. Или у границ каких-либо хрупких объектов. Где леска от триммера может повредить. Например, по краям теплицы или вокруг бака. Или пластиковой бочки. Эта штука отлично справляется. Она пошире тяпки. И лезвие у нее расположено как раз для срезания травы. Друзья, вот такие самоотделки сегодня получились. Если вам что-либо из этого понравилось и пригодится, то ставьте лайк. А в комментариях напишите, что понравилось больше. Те, кто не подписан на канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok